Электротранспорт активно атакует улицы. Сегодня мы узнаем, на что способно моноколесо. Действительно ли оно удобное, как показывают в рекламе? Насколько оно быстрое, практичное и зрелищное? Что ж, настало время узнать. Мы начинаем битву колес. Первым делом мы сравним их скорость по прямой. Дистанция около ста метров. 129 ударов в минуту. Как твои ощущения от гонки? У машин есть ограничения, то есть здесь стояли ограничения. У меня были ограничения только в моей силе воли. Я постарался. Не обещаю, что буду стараться дальше, потому что у меня есть физиологические ограничения. Но в этот раз я победил. Мне повезло. Что касается колеса, я вообще не устал. Ну, парнише, я думаю, на следующей гонке мы уже возьмем свое. Какие были сложности именно конкретно в этой гонке? Ну, вот ограничения. Я могу больше, но уже техника не дает. А теперь давайте узнаем, сможет ли колесо показать себя на этом сложном треке с коварными поворотами. Мы учли ваше пожелание и теперь кругов будет семь. Надеемся, у роллера останутся силы, чтобы доехать до конца. Колеса диаметром 110 миллиметров стали определенным плюсом для Андрея. Они позволяют сохранять скорость, быстро ее набирать, но при этом достаточно маневренно на поворотах. При этом маневренность колеса тоже впечатляет. Но эти экстремальные повороты все-таки заставляют тереться под ножки об аспальт. Это не наносит ущерб колесу, но сильно его ограничивает. И, конечно же, главный ограничитель – это скорость, потому что она здесь 20 километров в час. Что быстрее, сядет батарейка или Андрей Телегин встанет? Если бы не ограничение, 20 километров в час позволяет ехать это колесо, и поэтому она… 22, она уже горит денджер, и поэтому останавливается. Как вы видели, она немного наклоняется. Но при этом я почти не устал. Другим? Посмотрим тут. 179. Как тебе измененные правила в самом конце гонки? Мне это очень понравилось. Мне нравятся длительные забеги, поэтому чем дольше, тем лучше. Я только начал разгоняться, ребята. Но эта модель роликов слишком редкая, как и уровень подготовки спортсмена. Так что давайте посмотрим, что будет, если взять обычных роллеров с опытом катания более 6 лет, у которых обычный диаметр колес. Скажу сразу, что это не постановочное видео. Такие падения случаются часто. Да, и батли на этих роликах тоже могут расстегнуться. Это исключилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, браво! А сейчас наших участников ждет, пожалуй, самое опасное состязание. Им необходимо проехать по спуску, затормозить и подняться обратно. Не пытайтесь повторить это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не стоит забывать, что ребята только что стерли колес на огромную сумму денег. А моноколесо при этом, наоборот, даже зарядилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой пульс? Какой пульс у вас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году мы решили добавить новое состязание. Битва трюков. Меньше слов, больше дела. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА